Светлана Светлана Здесь такое растение Ничего Обратите внимание, где оно цветет Красивое, где они засохли Уже кто-то засох dud Как это позже Требует обслужить Очень красивое растение А где их allies Там есть одно место fate Хотим сделать фотографии которые мы отдадим? Кому? Ну, сегодня приходил дяденька с утра, который как бы может реализовать то, что мы хотим. Контрактор, фактически. Да, нам осталось только сообразить, как и что мы хотим. Так. А он уже вот это дело сумеет как-то интерпорировать. В наши обстоятельства, так сказать. Да, поэтому нам нужно сделать фотографию. Он сказал тебе, иди пофотографируй, что тебе нравится. Дело все в том, что... А хочешь такую пальму? Нет, вот подожди секунду. Вот смотри, дело в том, что здесь найти действительно красиво, где сделано со вкусом ландшафтный дизайн, очень трудно. И чтоб не за миллион. Нет, нет, дело даже не за миллион. Вот это, давай смотрим. Вот это, вот смотри, например, да? Вот это сделано недавно. И я даже не думаю, что это очень дешево стоит. Нет, скорее всего нет. Это не стоит дешево. Но оно не смотрится красиво. Вообще, вот ни в каком виде. Я тебе скажу, что сам дом блекленький. Нет, дом шикарный. Вот они сделали пристройку, все с домом хорошо. Это просто все недавно. Но вот то, что они понасадили, я в данном случае говорю только про этот ландшафтный дизайн, не смотрится привлекательно. Вот нет, не хватает ни за какое место. Вот ни за какое место. Не хватает, все это выглядит очень жалко. И вроде бы, это же кто-то дизайнер какой-то пришел, вот померил, на каком расстоянии сажать. Какие растения. Слушай, это, как это называется, кустик? Это розмарин. Розмарин, да. Друзья, это розмарин. Он еще не пахнет. Вот чтобы он запах. Его надо вот так вот поделчить. Да, его надо пожмакать. Ну, не красиво. Вроде бы, оно даже теоретически... Ты знаешь что? Оно разрастется, наверное. Ну, послушай, оно вроде теоретически, даже где-то правильно. Но вида никакого не имеет. Слушай, а вот эти маленькие черные кустики, они какие-то совсем сиротские. Ну, оно все, в общем, выглядит не фонтан. Как пленка магнитофонная, да? Ну, выглядит не фонтан. А вот там вот есть один, который выглядит как надо. Так. А ты хочешь такое большое дерево, вот такое? Нет, я вообще дерево. Так. Я надеюсь, что это дерево были соседи. Вот скажи такую вещь. Вот люди. А нам что? Вот эти люди. Вот маленький домик, типа сарайчик. И у них тут все заросло какой-то зеленюшкой. Посмотри, вот эта зеленюшка много воды жрет? Ты знаешь, она может даже немного воды жрет, но дело все в том, что, ты обратил внимание, она все с собой заполонила. Заполонила. И уже о красоте, в какой-то дизайне, вообще нет речи. Она как ковровое покрытие, ковровое бомбометание. Нет, это все-таки покрытие. Покрытие все с собой закрыло, и никакой красоты нет. Так. Хорошо. А вот такой угол, посмотри, вот, с каменюками. Угол с каменюками. Тебе не нравится? Да ну, боже, упаси, что-то какое-то все завершие какое-то. А вот здесь уже вон с претензией положили. Это сам вот это называется... Кору. Да, подойду, ну это рыжая кора, рыжая кора. Ну, барк это и есть кора. Значит, рыжая кора перестанет быть такого цвета очень скоро. Да, вот там ты и делаешь. Вроде бы они тут тоже будут. А березку хочешь вот так, чтобы... Хочу, только в Саневеле, не здесь. Саневеле, посадим березку, и когда захотим, например, рюмочку водочки, беленькой водочки, и мы под березку сядем... Значит, у нас березки бывают двух сортов. Так. Вот этот сорт березы, видишь, у него идут из нижней ветки довольно-таки низкая. Низкая. Типа как разросшийся куст. Да. А бывают березки, где один ствол, и на нем вот такая вот... Слушай, ну это не плакучая березка, или все-таки немножко плакучая как-то? Они все немножко плакучие, но вопрос в том, что вот этот сорт березы, у которой один основной ствол, и она поэтому очень широкая. Береза в Соединенных Штатах, друзья, немножко подплакивает, понимаете, подплакивает. Они все немножко подплакивают. Вот не... Ну там еще одна береза стоит, тоже такой вот такой вот. Вот как тебе каменюки, кора. Ну тоже неопрятно как, нету, нету. Нету, а вот тот с синими такие, на лаланду похож, ты знаешь, чем-то... Ну может, кстати, хочешь мы его сфотографируем? Сфотографируй. А вот каменюка, друзья, вы видите, как дорого вот эти каменюки? Да, вот эти большие каменюки. Их, потому что надо перевозить, и вот нам этот мужик, который сегодня приходил, сказал, что здоровенная каменюка может стоить, например, тысячу долларов. Вместе с тем, что ее надо где-то отколоть. Нет, не отколоть, они уже отколоты. Уже отколоты. Но вот эту каменюку надо отколоть, и надо ее притащить, и установить. Вот большая каменюка может быть тысячу долларов. Посмотрите, вот это вот, посмотреть не на что, а тысячу долларов уже отдай. И пчелки, знаете что, друзья, вы, наверное, не видите, я сейчас попробую навести. Вот, но там еще пчелки вокруг цветочков. Из-за пчелок я бы не стала это дело фотографировать, потому что у нас и так вот это красное дерево цветет. Я понял, пчелки это для тебя отталкивающий фактор. Да. Это правильно, это правильно. Слушай, а вот там кактусы, смотри, какие. Вот в кактусе мне это очень дружу, пойдем посмотрим. Пошли посмотрим. Так, вот, видите, друзья, тут два квартала не пройдешь. Два квартала не пройдешь. Вот это еще тростник обычный. Где тростник? Вот тут вот. А кто из них тростник? Вот этот тростник. Слева? Да. Я бы его камышом назвал. Нет, это не камыш, вот посмотри какой он. Видишь, тростник. Тростник? Он просто еще baby-trans тростник, но он когда вырастет, то тут будет заросить. У него вообще страшные плотности вот это основание. Да, 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 вот оно вообще страшно. Туда страшно смотреть вообще. И если ему не сделать специальную резиновую заграждение, он просто разрастет. Вот это мне нравится. Бэби-бэби-тростник. Вот эти травки, муравки мне нравятся. Вот даже те, мне не нравятся. Скажи мне, ты считаешь, тут есть полив? Вот я вижу шланг, посмотри. Вот тут черные. Это дрипалки. Дрипалка, вот дрипалка-то есть, вот она. Вот мне нравится вот этот кустик, смотри. Вот же она есть. Вот смотри, мне нравится вот этот кустик. Какой? Вот, вот этот. Сухой такой. Нет, ну почему же он сухой? Он совсем даже не сухой. Ага. Все-таки, ну понимаешь, как эта штука, может быть, она мало потребляет, но она все равно потребляет воду. А это нам не страшно. Нам не страшно. А что ж ты говорила, мы хотим без воды? Слушай, вот таких камней, мне кажется, я сам натащу сколько хочешь. Это тебе кажется, только это не Советский Союз. Нет. А что, в Советском Союзе я бы натаскал камней? Там камни лежат бесузные, а здесь все камни кузные. Кому-то принадлежат. Да. Да. Вот эта травка-муравка неплохая. Красиво, красиво. Видите, друзья, травка растет кустик. А то, что, допустим, травка без кустика, так ее и нету совсем. То есть тут под каждый такой кустик там, допустим, поливчик идет. А все остальное, вот никакое. Вот я хочу сказать, что вот то, что мы сейчас видим, так вроде камушки насыпаны. И явно у них идея была перейти на то, чтобы не поливать. Но вот ты видишь, уже сорняк прет. Вот, они неправильно сделали. Дело в том, что прежде, чем класть эти камни, они должны были положить специальное вкрытие, которое не дает сорнякам прорастать через него. Так. А они его просто насыпали. А еще должны были полить химикатами, чтобы там сорняку и не хотел. Да, но вот это покрытие, оно предотвращает от того, чтобы... Это то место, где мужик недавно сам что-то копал, копал, да? Да, да, он копал, он сделал, потил там себя. Ага, заборчик поставил. Тут живет женщина, друзья, которая очень любит ухаживать за всем. Она сама живет, сама ухаживает. И, в общем, у нее тут много-много всего такого красивого. И она плотненько растет. И требует очень большого ухода. Требует большого ухода, поэтому нам тут... Димитночек. Да. Мы женщину уважаем, любим по-своему. Но, боже, а это ее сосед. Сосед явно, как это называется, дауншифтер такой. То есть... Почему? Ну, по минимуму, так, знаешь. По минимуму, тут камушками присыпал. Нет, тут претензия на что-то, нет, не скажи. Ну, Света, где же тут претензия, я даже представить себе него. Вот здесь уже да. Вот здесь уже да. Но здесь, как видите, мне тоже это не нравится. Во всяком случае, здесь новые эти самые, ну, как сказать, опилки. Вот, а что мне нравится здесь? Да. Это место. Вот в этом. Камни, камни, как река. Света, камни, как река. Да, вот это место мне, по-кажему, очень даже нравится. Где-где? Вот, вот, смотри, с этого места, с моего. Видишь, вот такая травка, вот такая травка. Да. Камушки, вот это уже интересно. Тебе это нравится? Мне нравится, а тебе? Ну, не тривиально. Ну, понимаешь, такое ощущение, что хочется пройтись по этим камням, что как будто это тропа какая-то. А тут кусты. Ага, ты все сделал. Мне очень нравится эта трава, прям колосками дивная. Ну, хорошо, хорошо. Тут женщина машину перепарковала, мы говорим, живешь тут что ли? Она говорит, нет, говорит, но зато очень красиво. Вот видишь, что-то сделано тоже, вот как нам нужно сделать. Да. Видишь, и перепад уровнем, примерно, это тот же самый фут. Вот тебе, пожалуйста, камнями делать перепады. Красиво, красиво, очень красиво. В принципе, чем ближе к воде, тем больше денег люди кладут во все, потому что, как бы, сама недвижимость более дорогая, и, соответственно, есть смысл класть больше денег. Свет, а вот этот куст, он высох или он так должен быть таким? Не знаю, его, наверное, подстригать надо. Подстригать сухой куст. Так. Вот каменюки-то, Света, тысячами. Друзья, представьте себе, какие у вас возникают бизнес-оппортюнити, если у вас там каменюк много бесхозных. Знаете, вы можете их... Телушка-полушка, да рубль перевоз. Да, рубль, ну, да. На самолете, конечно, тяжело. А если вот подогнать боржу, например, боржу с каменюками. Они называются, как-то я забыла. Из Мексики, чтобы далеко не возить. Ну, смотри, какие они красивые. Что ты говоришь? Вот эти вот. Да, очень красивые, очень красивые. Какой у меня на заме какой-то. Светик, мы же не биологи какие-нибудь. Или там ботаники, если быть точнее. Да. Вот, друзья. Это очень популярное растение. Вот именно здесь, в Санта-Круз. Я не могу сказать, что вот у нас там в Кремниевой долине их много, но тоже сейчас появляются. Прям как плесень какая-то. Так, если вот... Нет, это не плесень. Я понимаю. Она, посмотри, разрастается. Вот они вот здесь красные, видишь? Да. А вот они же только желтые. Давай я сейчас развернусь, секундочку, и покажу. Потому что то, что Света хочет вам показать, это у меня сзади. Огромными розами. А вот этот какой черный, ты посмотри на него все это. Из тени хорошо снимать, знаешь. Видно, что на экране камеры. Ну, да. Да. Вот я развернулся, и Светлана говорит, что вот разросшиеся такие кустики. Ну, да. Здесь очень принято кирпичом выкладывать дорожки, кстати, у нас тут. Да. А вот посмотрите, видите, крутится что-то такое. Крутится. Думаешь, что же это крутится-то? Вот он, красавец. Ветерком подуло, и как он пошел. Красиво жить не запретишь, друзья. Нет, не запретишь. Хочу вот этот закуточек вам показать. Света говорит, ты посмотри, какой куст травы, он оранжевый, зеленый, и все дела, вот этот кустища. Но я хочу сказать, что мне на самом деле гораздо больше импонирует вот этот вот кустик. Смотрите, он такой не травы, а вот этот. Смотри, что творится-то. Вот он как петушок прям какой-то, да, Свет, смотри. Ну, он, к сожалению, разрастается, с ним надо его аккуратно все время поддерживать, чтобы он маленький был, пересаживать, потому что он разрастается, становится огромным. Этот дом стоит уже просто по воды, ну, там, кстати, дорога идет, но ближе него к воде ничего нет. Вот у него искусственная травка. Обратите внимание, вот идет искусственная травка раз, потом, значит, это бетонные чушки такие. Как называется вот эта вот тропа? Пейверс. Пейверс, да. И за ней опять искусственная травка. То есть вот вся эта штука... Нет, но здесь ты видишь вот сорняки через нее. Я вижу сорняки через нее, конечно. Я именно это и хотел показать, что вроде бы травка искусственная, денег больших стоит. И они что-то кладут снизу и там поливают дрянью всякой. А природа такая живучая, что вот что ни делай, она прорастает. Вот. И апофеоз, Света, вот здесь на углу, посмотри. Но я думаю, что это хорошо поливать должно вот это место. Это явно... Это совсем не обязательно, давай мы его заснимем. Давай заснимем. Это явно не олицетворение принципа New Green is Brown, the New Green, да? Нет, они все как раз очень сухие. Да? Не водоемкие? Да. И маки красивые, здесь все. Ты вот это маком называешь? Ну да. Ну, как-то я о маке был у лучшего мнения. Ну, хорошо. Ну, это лекаративно надо. Ладно. И с кактусами, с агавами. Вот этот вот ярко-желтый, красивый. Вот этот? Да. Ну, он своеобразный, конечно. Очень своеобразный. Такие вот эти вот... Ну, хочется их лепесточками назвать, но они, конечно, не ли совсем лепесточки. И вот тут слева, ты посмотри, вот эта вот зелень вся, да? Тут как оно? Да, но очень густо. И с кактусами очень густо. И там, видишь, у них водичка. Они, на самом деле, это им стоят водички. Вот у них такой, как бы, типа прудик такой, декоративная водичка. Но она же испаряется, представляете? Она испаряется, да. На такой жаре. Она набирается. Да. А вот камень. Вот, друзья, этот камень стоит не меньше тысячи долларов. Вот он стоит гораздо больше. Гораздо больше. Еще птичка на нем. Да. Это же вообще памятник. Памятник. Он же памятник. Не ходи спиной. Это же. Так. Цвет, а как эти цветочки называются? Ты их знаешь? Ой, не скажу. Нет, но я знаю, что они бывают нескольких видов. Они похожи на те, которые там растут на берегу. Да. Но они там миленькие, они миленькие. Да. И они других цветов. Там на берегу только фиолетов. Цвета потрясающие. Цвета, я бы сказал, тропические просто. Они бывают еще ниже. Это вот довольно высокие. Да. Но обратите внимание, что они как будто сделали вот неровную местность. То есть ты хочешь, конечно, что-то специально создано так вот. Неровность вот этого. Ну, они кустик. Каждый кустик, он свою высоту имеет. Из-за того, что это получается. Но они живучие. Обратите внимание, как они плотно покрывают. Нам такое нужно с аневелли посадить. Очень красиво. Может, нам статуй поставить? Смотри. Нет, статуй мы не будем ставить. Мы со Светланой зашли в тенечек. Вот тут. И они уже как-то так свернулись. Не такие развернутые. Света говорит, что цветение происходит недолго. По времени. Да. Ну, это обидно. Конечно, хочется что-нибудь такое вечно цветущее. И еще, чтобы убирать. И чтобы сажали бесплатно. Правильно? И камни бесплатно по 1000 долларов каждый. Ты обрати внимание, что они здесь красные такие. А вон там, они же только желтые. Ну, вот там, возле памятничка. Они просто какие-то невероятные. Слушай, мне очень нравится. По цвету. Невероятные. Еще желтых добавить нужно. Вот Светлана говорит, что ей с колючками. Не нравится. Потому что они острые довольно-таки. Ага. А такое прям сакральное место. Ты смотри, тут. Ну, оно таки и есть сакральное. Задумка такая. Да. Так. Травка. Мы ходим в какой-то близости от храма божьего. Поэтому так я думаю, что это как-то влияет на то место, где мы находимся. Вот этот господин тут. Это все. Из-за него все это строение. Знаете, вот сколько камушков. Да. Вот смотрите. Такое растение тоже хорошо. Оно как бы покрывает таким ковриком. Вот эти просто громадные. Смотрите, какого это размера все. Разросшиеся. Интересно, да. Но это все-таки не жилой дом тут. Такое место специфическое. Ну что, Свет, я вижу, тебе нравится тут, да? Ну. Тебе нравится, что там кусты роз сзади можно? Мне нравится, что тут идет сочетание, знаешь, вот этого немножко такого плоского. Открытие грунта. Сзади могут быть кустики какие-то. Десятые травы. На фронт-ярде это очень будет эффектно смотреться, правда? Ну, в общем, да. Ну, понимаешь, здесь места много, и поэтому оно красиво. Не, ну у нас фронт-ярд вообще на углу. Почему? Да. Почему на углу? Вот это растение, Свет, оно называется Ice Plant. У него цветы красивые. Я не хочу сказать, что он округлый год цветет, этого близко нет. Но когда цветет очень красиво, особенно здесь крупные цветы, большие. Вот ты бы хотела такое? Ну, понимаешь, ты видишь, что они тоже неуправляемые, они все покрывают. Покрывают. Поэтому их нужно только менеджить, должен быть их choice. Ну, здесь это же общественное место. Ты же спрашиваешь, хотела ли я бы, чтобы у меня на фронт-ярде не было? Да, да. Нет, на фронт-ярде. На фронт-ярде тоже не хотел бы так все покрыть, иначе это не красиво. Нужно все-таки, знаешь, какой-нибудь такой неправильной формы, какая-то форма, да? Ну, не ковром. Ты знаешь, я думаю, может быть, оно Ice Plant, потому что у него зеленые эти штучки похожи на сосульки. Да, да, да. Может быть, оно поэтому Ice Plant. Да. Мы со Светланой наткнулись вот на такой кустик и подумали, что может он засох, ему воды не хватило. Потом смотрим так, чуть-чуть подальше пройти. А тут еще один. То есть, ощущение такое, Свет, что это просто специально, да, что это цвет такой. Очень интересно. Это, друзья, банановое дерево. Оно так и называется. Банана 3. А вот тут цветочки, такие, а-ля петушки. Смотрите, какие красивые. Свет, хочешь такие цветочки? А что? Нет, они мало цветут. Так, ну, какие красавцы. Ты посмотри на них. А вот и розмарин вот хороший, ботинь, разгрошился, розмарин. Очень красивые. Светлана увидела вот это растение и говорит, ой, сказала она, какие хорошие лохматушки. Вот, друзья, мы с вами имеем возможность посмотреть на лохматушки. Да, да, я бы ее назвал, ее, это растение, я бы его назвал непричесанная бабушка. Оранжевый кустик тоже Свете понравился. Она считает, что они вместе, рядышком. Может быть, это был элемент дизайна, то есть, не обязательно это случайно так вышло. Это 100% элемент дизайна, даже можешь не сомневаться в этом. А вот, друзья, пионерский лагерь Тростничок. Можно так его назвать. Или там база отдыха для детского садика. Смотрите, как они тут. Тростничок. Вот он, бамбучок. Бамбушки. Вот, бамбушки. Явно люди любят бамбушки. Это алоэ. Это алоэ. Вот и внизу тоже, я так понимаю, что это в этом роде. Оно же с цветочками. Сама травка мне является, но как-то уже очень кучно тут все. Не разглядишь ничего. Травка кучная. Ну, может быть, задумка такая была. Или она разрослась. Она разрослась, да. И некому присмотреть за травкой. Когда маленькая была, наверное, лучше смотрелась. А как тебе эти вот с колосками? Хорошая, да? Единственное, что они тоже малоуправляемые. В смысле, надо их обслуживать. Конечно, друзья, видно, что рука заботливая тут была. И дизайн какой-то изначально присутствовал. Так они одного посадили, другого посадили, третьего. Лохматушек всяких. И все это под пальмами. Чтобы вы себе не думали, что мы где-то там, в неправильном месте. Тут тоже тростничок, бамбучок. И вот пальмочки. Все культурно.